привет прогрессивные друзья это истинный следователь хочу поговорить об андроиде и вопрос в частности рассмотреть нужно ли производителям поддерживать устройство и выпускать новые версии андроида как они выходят там примерно раз год 4 5 6 7 если само устройство переработает вот это asus 372 планшет неплохой планшет и у него несколько прошел был выпущен версия андроида 4 и 5 и я читал на mobile review это один из крупных сайтов неплохой по телефонам электроники 50 да даже я думал 51 и там типа эксперт мужик написал как я помню статье что нет не стоит ты должен побежать и покупать никчемные планшеты каждый год или два года ты должен бежать и покупать у никчемных азиатов какую-то штуку на самом деле я с этим не согласен производитель обязательно должен поддерживать бесконечно прошивки ну или хотя бы следить я понимаю там получится сто лет просто следить или если вот устройство есть и люди зарегистрируют регистрируют его на сайте асус там поддержки регистрируют они смотрят пока есть человек спрашивают у человека нужно тебе обновление если хотя бы ну сколько там тысячи человек написали да то все да они сидят работают они же есть штатные программисты прирост скорости устройств электронных как я смотрю он практически не идет потому что само устройство она может охлаждать где-то 10 5 ватт там 10 ватт энергия распределять вентиляторы же не ставят на планшеты радиаторы большие поэтому даже те которые 8 процессорные они чуть-чуть немного быстрее работает поэтому если у человека есть вот этот например планшет он должен работать пока не сломается в нем надо менять аккумулятор в этом планшете он такой же под устаревший но для 5 ли сколько ему но я не вижу вообще не считаю его устаревшим его можно использовать экран у него нормальный батарейка нормальная ну и уже надо поменять камера неплохая для планшета вспышки нету в общем то нормально android ну сейчас стоит 5 4 немножко пошустрее работает кстати но вот тут вот 5 стоит потому что некоторые такие доработки какие то есть белый фон посимпатичнее в общем вот такая вот проблема есть она я читал много статей том что много существует версии не обновляются устройства и безопасность страдает и google не решает никак эту проблему и я пытался понять почему же именно она возникает в чем же проблема проблема в том что есть железка но различные устройства камера и производитель должен хотя бы если не делать новые прошивки в открытый доступ драйвера выложить а поскольку драйверов нет в открытом доступе даже сторонние программисты ничего сделать не могут то есть ты не сможешь поставить прошивку и чтобы заработал там модуль вай фай или камеры неизвестно что за производитель они скрывают специально чтобы ты бегал опять же хлам их покупал бесконечно если даже вот например сейчас здесь 3g то она до конца не использована скорость на закачку не 20 и не 40 не 10 и они получают там около 5 мегабит поэтому какой смысл менять там например на 4g ну и так совсем другим вполне устройство не устаревшие так что я вот не согласен это вот экспертный сайт там вот этот журналист какой-то сказал нет это он нет бегать и покупайте это он сказал для себя потому что ему дают даром эти устройства зажирело там жирно сидит скот ему пофиг там телефон за 50 тысяч планшет за 50 тысяч каждый месяц меняй я не я покупаю эти устройства этот около что-то 4000 рублей стоил поэтому если деньги вы считаете и устройство используйте по назначению технически кто этот однозначно ничего менять не надо бегать каждый месяц пока не сломается используйте но пока можно фактически использовать не так что вообще работа перестанет там стекло разбитое я видел людей не устройство нормально в этом нормальном состоянии техническом и производители должны версии поддерживать пока там остается там от выпущенного количества процентов 50 или 25 где-то так ну 25 я бы сказал вот эти эксперты они ну я объяснил они врут и смотрят свои с точки зрения и у них дохерища бабла просто с неба им падает в москве сидят эти никчемные люди вот так вот этот вопрос и у меня часто в голове возникал и дальше будет подниматься только такое однозначное решение ведь например если стоит компьютер с windows до можно любую windows поставить и фактически эти windows и не не особо чем и отличаются также и android всем пока ребята был стиль исследователь про обновление прошивок версии android для телефонов планшетов на различных устройств пока